Всем большой привет! Меня зовут Марина. Сегодня обзор пустых баночек, косметических продуктов, отзывы о них. Банок у меня много, поэтому если вам такие видео нравятся, оставайтесь со мной. Здесь будет различная всякая косметическая продукция с разных магазинов известных нам. Сама уже не помню каких. Постараюсь быстренько, вкратце рассказать. Хорошее, а плохое? Фу, не фу. Ой, из больших банок попался у меня вот такой чистень для мытья полов, цитрус. Хорошее, я думаю, знают все прекрасное это чистящее средство. Я уже сколько лет на ютубе говорю о нем. В покупках фикс прайс. Фикс прайс продукт. Идеально для паркета, дерева, плитки, для всего. Нравится целый литр. Цена 79 рублей нынче. Обратите внимание, приятные ароматы, хорошо мыли, цепеница, что еще надо, полы хорошо моет. Органик зон. Это тоник для зрелой кожи, протеинный шок, 250 мл. Надолго мне его хватило. Я тониками как бы не любитель пользоваться, но пользуюсь иногда по мере необходимости. Особенно в жару, летом. Бывает, хочется тоником свежиться. Вот. Ну, поэтому долго пользовалась. Давно я банки не снимала. Валяется мне эта бутылка. Хороший тоник. Прекрасный. С приятными ароматами. Натуральный продукт. Советую органик зон продукцию. Мне все нравится. И кремы, и тоник хороший. Никакой липкости не оставляет. Кожа такая чистенькая, приятная после него. Единственное, что я вот тоники не очень люблю. Поэтому у меня долго все это было. Но рекомендую любителям тоника. Посвящается. Берите замечательный натуральный продукт. Надолго хватает. Вообще органик зон. У них косметика, которая не быстро заканчивается. Она долгоиграющая. Вы за нее заплатили. Но вы зато долго пользуетесь. Получаете удовольствие. Пахнет именно натуральными маслами. Эфирными. Одушки натуральные. Приятно пользоваться такой косметикой. И здесь, как мы видим, вот эта вот наклейка. Это не бумага. Поэтому она... Это тоник сколько времени стоял в ванной. И бумага не расклеилась. Не разбухла. Ничего. Все целенькое. Это какой-то пластик. Такой вот под бумагу сделан. Видите? Оформление красивое. Органик зон можете, по-моему, и на Валбис найти. И собственный сайт у них, по-моему, есть. Насколько я помню. Да. И, по-моему, на зоне, возможно, не есть. В общем, если хотите, найдите. Сразу вам рекомендую продукты. Хороший шампунь. Фикс прайс. И не только в фикс прайсе. Бьютио натураль продается во многих магазинах. Шампунь для окрашенных волос. Клевер масла, зародыша, пшеницы. Эко-баланс. Неплохой шампунь. Даже для женской головы. Тут 360 мл. Цена 79 рублей, по-моему, в фикс прайсе. Да, во многих магазинах вы его найдете. Пахнет. О, вот это мне нравится. Где с клевером. Там вот приятненько пахнет всегда этот шампунь. Ну, вообще, их такие тоже более натуральные ароматы. Приятные. Мылится хорошо. Промывает волосы хорошо. Единственное, что где-то может немножко спутать волосы. Ну, единственное, что у меня муж пользуется таким продуктом. Все прекрасно у него. Ну, иногда я тоже беру у него, пользуюсь. Ну, тоже хорошо. Единственное, что надо масочку поверх нанести. Либо какой-то бальзам. Если при постоянном использовании. Вот такой краской воспользовалась. Вот первый раз. И стайл-лист. Калор Про. Перед Новым годом использовала эту краску. Надеялась на вот такой, значит, цвет. Лесной орех. Вот именно такой цвет я хотела. Как видите, он не сильно темный. Но у меня получился, к сожалению, темный цвет волос. Ну, прям темный. Ну, никак не такой. Теплый, темный цвет. Прям каштановый какой-то. Вот это меня расстроило. Покрасилась хорошо. Не жгла, ничего не щипала. Хорошая красочка. Здесь написано, что это у нас разработано в Франции. Профессиональное окрашивание. Не знаю. Я, по-моему, эту краску покупала копейкам в магазин. Что-то там она... А, нет, нет, нет. Это магнит. Перепутала магазин. Это в магните. Я брала что-то. 200 рублей она стоит. Недорогая. Тут пишут попадание в тон. Нет. У меня лично на моих волосах не попало. Но, возможно, это еще от цвета волос зависит. Но для меня темная. Оказалась от заявленной на фотографии. То есть, все классно. Все присутствует. Но цвет не сходится темнее, чем на картинке. Для меня это прям огромный минус. А так понравилось. Так. Вот такая никотинная кислота для волос. Ускоряет рост волос. Пробуждает спящие луковицы. И питает, укрепляет. Я думаю, все знают вот эту... Вот эти никотинки. У меня вот еще лежит. Флаконы где-то пластиковые тут в пакете. Найдутся по ходу дела. Хорошая штука. Никотиновая кислота, которая от выпадения волос. Она, по сути, работает хорошо. Наносится хорошо. Не щипет, не чешется ничего у меня в данный момент. Удобно. Единственное, что быстро заканчивается. И надо ее докупать. В фикс-прассе продается 99 рублей флакон. И 79 рублей флакон. В одном магазине она 99 будет стоить. В другом ниже цена. Поэтому обратите внимание, где подешевле, там и покупайте. Так. Так, здесь у нас 65 миллилитров всего. Такая же никотинка продается в аптеках. Так что не бойтесь, покупайте, укрепляйте себе волосы. Так, фикс-прайс. Опять же у нас BL. Стиральный порошок универсальный. Обычно я такие упаковки вбрасываю. Этот решила сохранить вам, показать. Потому что фикс-прайс покупала. Для меня это была новинка. Вот, прошлого года, осени. Или начала зимы. Не помню. 3 килограмма. Цена 250 рублей. Смотрите, 20-60-95 градусов. Можно стирать. Что я хотела сказать. Хороший порошочек. Хороший. Приятный аромат. Не жесткий. Никаких комков. Рассыпчатый. Не помню, гранулы были тут или нет. Цветные. Ну ладно, это не важно. Хорошо стирает. Нормально. Прекрасно. Все мне понравилось. Так что за 250 рублей 3 килограмма. Вполне хорошая цена. И я запросто буду повторять. Если понадобится, покупать опять порошок. Краска не облазит после него. То есть, все хорошо. Мне кажется, он выполаскивается. Ну, по крайней мере, в белье своем. Я чего-то плохого ничего не увидела. То есть, смывается. Аромат приятный. Он тоже выполаскивается. На белье запаха такого, на тереского, не остается, как бывает. Рассыпчатый. Мылкий. В общем, работа свою делает. Что еще надо. Буду повторять. Так. Ну, это... Мне нравятся такие водные дезодоранты. Освежитель воздуха. Сицилийский апельсин. Цитрусовый мягкий аромат. Большой объем 400 миллилитров. 79 рублей, по-моему. Цена сейчас в фикс прайсе. Хороший. Не раздражающий. В общем, мне не нравится. Я уже раз говорила. Вот такой, допустим, если я покупаю цитрусовый вариант. То я добавлю эфирное масло апельсина, какой-нибудь там лимона, цитруса. И очень приятный, содержащий аромат будет в вашем санузле. Вот. Недорого. Очень надолго хватает. Насколько-то там, вплоть до полугода может мне там флакона хватать. Нравится. Хороший распылитель. Единственное, мягкая бутылка. Вот это мне бесит. Раньше она была плотная. В старые времена. Поэтому покупаю и буду повторять. И чтобы, дай бог, оно живее продавалось в фикс прайсе. Там с разными ароматами. Так, по-моему, пятерочки я покупала. Средство для снятия лака без ацетона написано. Но он с ацетоном, мне так кажется. Потому что снимает лак очень даже хорошо. Но сейчас чего-то я не могу найти его в продаже. В пятерочке. Вот никак не вижу. Ни в одной пятерке, ни в другой. Прям пропал. Жалко. Цена у него небольшая. Совсем за 100 миллилитров. Там рублей 60 где-то стоило. Прям вот еще надо купить. Но нет пока в пятерках у нас. И глиттер смывает. Только надо подержать подольше. То есть бюджетное хорошее средство для снятия лака. Обычно. Не гелевого. Не лампового, естественно. Не пробовала. Не могу ничего сказать про ламповый. Вот обычный маникюр снимать лак. С глиттером. Гель-лаки. Вот эти под гель-лаки. Снимает прекрасно. Так. Вот такое мыльце детское. Каспер 0+. Было в ванной. Использовали. Мыла внучку. Себя. В общем, хорошая мыльца. Приятный аромат. И покупала в магните, естественно. Цена на него была там хорошая. Рублей 80, наверное. Сейчас уже подорожало. Мыльный. Приятненький. 0+. Ну, что еще сказать. Хорошая мыльца. И для диета. Как интимка хорошо подходит. Ну, вот такой с энергетик. Растительный компонент из Германии. Для посуды. С ароматом яблока. Я думаю, все знают. Можно фруктовые щемыть игрушки. Посуду. Ну, аромат такой. Тут небольшой. Ну, хорошее средство. Единственное, что оно чуть меньше мылится, допустим, чем тот же АОС, тот же Ферри и всякие такие продукты. Меньше мылится. Ну, в принципе, неплохо удаляет жир. Чуть хуже, мне так кажется. Те более гидренные все-таки. Жидкости. Это, ну, считается более эко, как бы, продукт. Поэтому здесь он и мягче действует. И на жиры, на загрязнение, на вот это вот посудное. Они пишут, что наши средства состоят только из натуральных компонентов. Я думаю, все об этом знают. Пол-литра. Цену не помню уже, какая была. Думаю, все знают эти продукты. Велор все знают. Детский целый литр. Детский гель. Вполне нормальный. Что-то раз показывала. Уже как бы надоело даже так говорить. В экспрессе продается. По-моему, уже 79 рублей стоит. Ну, для ежедневной стирки. Конечно, пятна прям вам там не отстирает, не отбелит. Но для ежедневной стирки приятный аромат. Что еще сказать? Экономичное средство. А это Нью закончились у меня Эйван. Клиникал подушечки такие, знаете, кислотные. Многие их не любят. Это у меня, по-моему, старая версия еще закончилась в жидкости. Кто-то говорит, что сухие. Давно говорили. Уж давно Эйван не заказываю. Запасла синий. Вот мне еще целая упаковка такая в запасе лежит. На будущий год. В этом году уже добила вот эту коробочку. Больше в этом году не хочу этими кислотами пользоваться. Хватит. Есть другие у меня еще средства всякие. На следующий год у меня лежит такая новая упаковка. Вот. Что хочу сказать? Хорошие подушечки. Их тут много. Кто не пользовался? 30 патчей написано. 30 подушечек. Больше делают. Очень деликатные кислоты. Деликатные. Если вы пользуетесь ими постоянно, вы почувствуете эффект. Как убирается все. Вот это там мертвевшие клеточки с кожей лица. Вот и шею я пользовалась. И для лица. Если вы будете это делать там раз в две недели, естественно, вы ничего не почувствуете. Вот два раза в неделю хотя бы. Бывает я и три раза в неделю. Поначалу обрабатывала лицо после умывания. Вот. Можно оставлять. Можно не оставлять эти кислоты. Вокруг глаз ни в коем случае нельзя пользоваться. Кожа вокруг глаз отонченная. Поэтому этими кислотными продуктами пользоваться нельзя вокруг глаз. Вот только на остальное лицо. Чуть-чуть пощипывала, по крайней мере, мою кожу. Делала свою работу. Выравнивала цвет лица, тон. В общем, слой этот легкий-легкий слой деликатно убирал. Нравится. Хороший. При постоянном пользовании вы увидите результат. Поэтому многие ругают. Ну, не знаю. У меня кожа жирная. У меня даже не тонкая кожа. И то я почувствовала себе на себе этот результат. А у кого тонкая, так тем более почувствуете. Она у вас еще тоньше станет постепенно. Если будете перегибать палку с этим средством. Еще средство такое. Гель очищающий для проблемной кожи лица. То есть и для жирной кожи лица. Тут с алициновой кислотой. Азелоиновой кислотой. Экстат магнолий. Беспробенов. Всякого такого. Для жирной кожи. Для подростков. В общем, кому нравится. Мне вот за 40 лет. Я с удовольствием пользовалась этим средством. Это прекрасная умывалка. Долгоиграющая. 200 мл. Приятным ароматом. Хорошо снимает косметику. Ну, кроме... Ну, не водостойку, конечно. Я вообще мицеллярской... Мицеллярной водой не пользуюсь. Потому что... Я не понимаю. Я сколько бы ее ни покупала. В итоге меня она бесит. Я не могу ее пользоваться. Вот это вот... Там растирать эту тушь. Я такую грязь не люблю. Я умылась раз. Если не дотерлись у меня ресницы. Умылась два. Все лицо чистое. Никаких проблем. Это такое же средство. Все прекрасно смывает. Зачем мне мицеллярка? Не я. Вот. У меня сестра тоже этого не понимает. Говорит, я умылась обычным средством для умывания. Говорит, все проходит. Нафига мне, говорит, что мицеллярка мучает стоять. Время тратить. В общем, поэтому... Обычные умылки все смывают сами по себе. Без всякого напряга. Быстро и легко. Это такая же. Мылкая. Долгоиграющая. Приятная. Удобная. В аптеке покупала апрель. Еще покупала крем для лица. И еще что-то, по-моему, покупала. Я не помню. В обзорах показывала. Но там я племяннице подарила. А себе только оставила вот это средство. С удовольствием использовала. Долго. Нас полгода. Ну, может, чуть меньше. Наконец-таки закончила. Мне уже даже надоело. Потому что хотелось. У меня в очереди другие стоят. Это умывалки, ведь, ждут, пождут. А я все никак не могу это закончить. Хотя лето, сами понимаете, умываться даже хочется иногда просто днем. Потому что лицо плывет от жары. У нас в Краснодарском крае адский ад. Летом бывает начинается. Жара до 40, до 50 градусов иногда. Умываться хочется. И тоником пользоваться этот момент как раз-таки. Поэтому средство рекомендую. Оно не сильно там дешевое. Не 200 рублей. Не помню, сколько оно стоило. Не помню уже. Там за 300, по-моему. Ну, классная вещь. И на подарок замечательно. Целый набор косметики идет еще в таком красивом оформлении. Вот такая прелесть. Прелестная от Шернур закончилась. Очень мне нравится эта косметика. Я никак не добью еще шампунь, маску, бальзам для волос. Боже мой. Они такие долгоиграющие. У меня и в Роше стоит, там скоро пропадет. А я им пользуюсь и пользуюсь. Шикарные продукты. Эко-продукты. В данный момент у меня биокиллогеновая сыворотка для лица. Дыхание красоты. Азиалаиновая кислота. Коллаген, неоцинамид, экстракт чайного дерева. Хорошая, отличная. 30 мл. Такой прекрасной тубе. Рублей 500. Я, по-моему, покупала или 550. Я уже не помню. Неплохая цена для этой сыворотки. Замечательная. Прекрасное оформление. Хоть на подарок. Для себя на подарок. Все хорошо. Здесь, как видим, там у нас идет пипеточка такая стеклянная. Так набирать все легко. Пахнет. Косметика вообще с очень приятным ароматом. Вообще, она чувствуется, что она не копеечная, не дешевая. Она не химозная. Косметика органическая. На основе козьего молока, жиров, масел. У них, собственно, целая ферма козья. И они производят продукты. И на основе этих продуктов делаются собственную линейку косметики. Не помню, какой город. У меня есть видеоролик. Я там про них рассказываю. Вот. Где-то там у них в плейлистах. Приобретала я на Озон или на Валберес. Не помню уже где. Я на Озон как бы редко покупаю. В основном на Валберес все. В общем, в обзорах Валбереса можете посмотреть. В плейлист зайти на канале. Вот. Там целая линеечка для волос. В подарок шикарные продукты, за которым будет не стыдно. Для себя пользоваться любимые. Подарок себе на 8 марта. На день рождения сделайте. Отличная косметика, за которую не стыдно. Наша отечественная. Наговорила, а про саму сыр, не сказала. Наносила на ночь. Нелипкая. С приятным очень ароматом. Разносите, как будто такие сливочки на лицо. Кожа напитанная. Увлажненная. Она, ну как бы, приобретает здоровый вид. Я никогда не могу сказать, что прям разглаживает морщины. Здесь как бы не об этом. Но кожа выглядит здоровой. Приятной на глаз. Розенькой. Я не знаю. Ну, в моем случае, по крайней мере. Я-то не только таким пользуюсь. Я же одновременно пользуюсь и другими. Там и кремы дневные. Там и несколько штук. Хорошее впечатление. Рабочий продукт. И без химии. Самое главное. Я не топлю за химические продукты. Я именно за натуральные. За натуральную косметику. Потому что вот органик-зон. Ширну. Потом еще я что-то использовала. Уже не помню, что тоже было органическое. А, я просто сама делала для себя косметику. Было время. Делала себе. Варила мыло. Я делала себе шампуни. Бальзамы свои собственные. Даже на продажу делала. Делала пенки для умывания. Собственно, на основе масел растительных. Масел эфирных. И они действительно работают. Это чувствуется. Я просто все это на себе проверила. Когда я перестала все это готовить. Сама себе готовить. Просто меня устало от этого. Надоело. Я почувствовала через время, как кожа моя, знаете, так это уставше стало выглядеть. Уныло стало выглядеть. Понятно, что идет время и возраст. Но разница была налицо. И когда я начинаю пользоваться всеми эко-продуктами. Я вспоминаю как раз таки то время, когда я изготавливала все это. И у меня кожа как бы приобретает, в принципе, такой же ухоженный вид, как была и в те времена. То есть я вижу разницу химических продуктов и эко. Поэтому я затоплю, конечно, за органику. Считаю, что она работает на лице. Хотя многие говорят, что химия работает лучше. Я вот про химию не люблю. Видимо, каждому свое. Каждая своя кожа. Это только своим путем. Вы можете понять. Когда воспользуетесь этим, когда воспользуетесь тем. Вы поймете разницу, какая косметика вам лучше подходит. Спецмазь. Крем-бальзам универсальная. В общем, спирт с сибирским муравийным спиртом для оперативной помощи. Хорошая вещь. От комаров. Спину где-то потереть. Если ничего серьезного, сильно прям такого глобального нет. Натереть спину можно под платок подшерстяной. И тоже какой-то легкий, неприятный спинный. Проблемы можно убрать. Поясничные. Конечно, не грушу там какой-нибудь. От укусов комаров. Какие-то насекомые хорошо помогают. Просто можете мазать руки-ноги ей, как ухаживающим кремом. Допустим, если вы в походе взяли эту мазь. Куда-нибудь там с ночевкой куда-то пошли. И ручки помазали, и ноги помазали. И комарину укус помазали. И какую-то царапину помазали. Синяк потерли. В общем, для всего. Хорошая мазь. Пользуемся такой мазью. Не знаю, наверное, 4 года, наверное. Я уже не знаю. Время так быстро бежит, что ничего не успеваем отследить. Как оно бежит быстро. Покупали вроде недавно. А примерно года 4-то прошло. Травмы, ранки, потертости, трещины, синяки, воспаления, раздражения. В общем, много чего. Там инструкции есть, которые все рассказывают, показывают. И мы узнали об этой мазе, когда нам посоветовал ее врач. Выписал даже. Со спиной были проблемы. Он нам выписал. Именно до спины, кстати. Из тех времен мы ее хорошо знаем. Я ее покупаю. И последний раз я приобретала на Валберсе. У них там целый магазин этого производителя. Братья Крестовниковы. Крем, мыло, роза. Хорошее мыло. Никаких вопросов. Большие куски мои. У меня там куча запасов. 190 грамм. Сейчас оно подорожало. Приятно пахнет. Мылом. Но не розой. Каким-то ягодным, что ли. Или розой, может быть. Уже выветрилась. В общем. Крестовникова. Крестовникова. Братьев. Мыло люблю. Хорошее. Большие куски обожаю. Мылом люблю. Прямо просто даже в душ ходить. Нежели с гелями с этими, которые не снываются. Оставляют липкие неприятные ощущения. Поэтому у меня сейчас их не очень-то много в обзоре и есть. Вот. Зато есть у меня вот такой ландыш. Шампунь тонизирующий для всех типа волос. Это Невская косметика. Любила. Люблю их продукцию. Она достаточно качественная. И не очень дорогая. Ну. Парфюмерию я просто обожаю. Это у нас Невская косметика. Это новая заря. У меня, значит, роза шампунь я пользовалась. Также я пользуюсь. Красная Москва у меня гель для душа. Классные ароматы. Ландыш. Отличный аромат. И пахнет натуральным ландышем. Прям натуральным. Но очень похоже. Ой. Ароматы обалденные. Ну. Здесь всякие экстракты у них ходят. В общем, он не просто шампунь. Промывает волосы хорошо. Пенится хорошо. Как шампунь. Здесь она может подсушить. Не то, что подсушить. Но мне подзапутал волос. Поэтому в основном-то я покупала как гель для душа. Муж пользовался как гель для душа. И мыл волосы. Все прекрасно. Аромат на волосах остается от всех этих шампуней. И гели, и на коже, и на волосах. То есть приятно. Пахнут волосы еще не один час. Ставлю плюсы только этим продуктам от новой зари. Это новая заря. Ароматы ближе к натуральным. Единственное мое разочарование. То, что шампунь. Я специально покупала шампуни вместо геля. Потому что они, когда я пользовалась розой. У меня осталось впечатление чистоты кожи. То есть мне не осталось никакой пленки. Я набрала шампунь, чтобы пользоваться как гелями. И просто тело чистое, хорошо промытое. В то же время не пересушено, если как гелями пользоваться. Никакой пленки на коже не остается. И чистота не один день на коже ощущается. Я с радостью набрала еще. Еще подкупила шампуней. Ну, и вот получается так, что я пользовалась. И что хочу сказать. Ой, сейчас уже так поздно. У меня уже язык заплетается. Тем более в такие праздничные дни. Так что извините, пожалуйста, меня. Получается так, что все равно он не досмывается до конца. Как все остальные гели. Меня это очень расстроило. Конечно, он не такой мыльный. Мылки противные, как допустим и эйванские гели. Почему я от них уже отказалась. Мне неприятно. Ощущения у меня потом чешутся после них. И все. Даже и в Роше не досмывается. Вот этот, типа как и в Роше. Вот такой же вот. Все-таки пленка оставляет на коже. В каком-то смысле плюс. Но я чувствую недомытость. Но это, возможно, мое личное впечатление. Вам, может быть, это все будет прекрасно и классно. Поэтому рекомендую. Как и для душа, и как шампунь. Но волосы, может, подзапуты. Длинные, тонкие. Другие, может быть, и нет. Проверяйте на себе. Опять Шатавари. Да, вот опять пропиваю. Это индийские БАДы. Покупать можете. Я ссылку оставляю всегда со скидкой. Промокод есть на 6% на индийскую косметику. На всю корзину. Промокод, который суммируется, по-моему, со всеми скидками. Сайт магазина аэрведический. С Индии приходят товары. Доставка бесплатная, по-моему, от 1000 рублей. Но там меньше 1000. Честно, нет. Покупать. Также вы можете приобрести еще на других всяких маркетплейсах. Это вот я покупала еще и на Валбересе. Это женские витамины. Тут 30 капсул. Именно капсулы в пластиковых банках. Я банку не могу найти. Где она там? Вот, нашла. Вот такая баночка пластиковая. Там вот такие капсулы. Вот такая допиваю. Вот такие капсулы. Это у нас тут от влаги. Вот такие капсулки. Хорошие БАДы для женщин. По крайней мере, пока вот пью, мне нравятся. Единственное, от них можно поправиться. Минусы. И от них еще может дополнительно увеличиться размер груди. То есть вы поправляетесь, поправляется ваша грудь. Здесь в составе, по-моему, всего лишь одна травка. Это корни спаржи кистевидной. Экстракт корней спаржи кистевидной. Бизонат натрия. Оболочка капсулы желатина. Видите, больше ничего в составе не написано. Подходит от молодого возраста до немолодого. Омолаживает женскую ридопродуктивную систему для тех, кто хочет родить. Нормализует менструальный цикл, у кого он ненормализованный. У меня все это, мне все это, не все это, а вот второе нормализует цикл. Это да, все нормализовал. Ну, правда, и вес добавил. Потому что у меня увеличился аппетит. Снимает боли и неприятные ощущения во время этих самых женских дней. Работает. Лечит воспаление органов малого таза. Возможно, по отзывам лечит. Я просто про себя не могу ничего сказать. А вот по отзывам лечит. Я как бы согласна с ними. Наверное, скорее всего. Также нам говорят, что должно лечить заболевания женских половых органов. Всякие-всякие болезни, мастопатию, эндометриоз, эрозию и так далее. Воспаление придатков. То есть, смотрите, обращайте внимание, читайте отзывы в этом плане. Тут я не могу сказать. Он равновешивает гормональный фон. Да, он именно это и делает. Я прям вот на себе проверила. Помогает при восстановлении сил после женских операций. Мышечный спазм снимает. Активизирует половую активность. Не просто появляется желание к близости, но к физической возможности. Крепляются половые органы. Проходят неприятные болевые ощущения во время всяких там интересных вещей. Помогает еще бороться с вирусом герпеса. Кстати, кстати, кстати. Когда мы с мужем заболели коронавирусом этой осенью, моего мужа так обнес этот герпес. Мама дорогая, я такой в жизни на нем не видела. У него герпес если был, то не часто. И такой какой-то аккуратненький, маленький и быстро проходил. Здесь же у него штук 6 или 7 штук мы насчитали во время, когда заболели осенью этой, 22-го года. Его обнесло все губы. У меня же вскочил маленький и быстро пропал. А я как раз до этого момента уже пила эти таблетки, эти капсулы. Видимо, все-таки борются. Делаю вывод. Хотя раньше у меня, ранее, сколько-то лет назад, было наоборот, что у мужа еле-еле, а у меня наоборот. Там штучки, сучки, даже две, могу герпеса выскочить при сильных каких-то простудах. Так что, наверное, все-таки работает. Тут пишут, что даже при геморрое может. И как мочегонное средство. Ну, тут я не могу ничего сказать. Не знаю. Как мочегонное, я тоже не очень поняла. Улучшает цвет кожи. Ну, с кожей у меня пока все нормально. А, возможно, даже улучшает. Тут прям не могу точно сказать. И так же применяется при поносе, язвенной болезни, гастритах, повышенной кислотности, обезвоживании. В общем, много-много всякого интересного. Обратите внимание. Ну, посмотрите под себя, почитайте отзывы. Ну, здесь очень много. Вообще, рабочие капсулы. Во многом, в чем мне, допустим, они прям пока помогают. И слава богу. Не пустышечка какая-нибудь. Также здесь вот у меня есть вот такая штука. В фикс-прессе покупала вот такую зубную пасту. Она маленькая, тут 40 миллилитров всего. Хорошая. Кто любит ядреные индийские пасты, это вот, знаете, вам подойдет. Единственное, что надо быстро заканчивать. Это всякие, есть такие вот противовоспалительные пасты и также отбеливающие. В фикс-прессе покупала. Конкретно эта паста, господи, дай богу прочитать, с травами и свежесть в прохладе. То есть на травах это, по-моему, противовоспаление дюсен, что ли. Не могу прочитать, не могу. Посмотрите, как там мелко написано. Я сейчас глаза сломаю. Короче говоря, отлично помогает при воспалении дюсен. И также чистит зубы хорошо, вопросов никаких. Но ядреная. По-моему, она темная. Я просто привыкла, я люблю ядреные пасты темные. Да, вот она такая темная внутри. Не всем понравится. Многие такие пасты не любят. Поэтому любителям индийской продукции, пробуйте. В фикс-прессе появится, покупайте. Рублей 50 или 55 на тот момент она стоила, когда я покупала фикс. Ее 40 миллилитров. Так, вот такой бальзам активирующий с маслом рыжика, жабей камень. Я когда-нибудь давно-давно услышала. И я даже было смешно думать, надо же было так придумать. Жабей камень с маслом рыжика. Ну, прям, значит, сочетание супер. Давно, я уже вторым таким пользуюсь, естественно, а может быть третьим. Нравится мне вот этот вот кремушек. В аптеке можете в любой купить. Это бальзам на основе специально подобранных растений, используемых гемиопатией, народной медицине. Наносится на кожу легкими движениями. То есть это для суставов. При ушибах замечательно. Просто боли какие-то у вас там появились, суставы непонятные. В принципе, я его первый раз купила. У меня заболел сустав в пальце, на руке. Я просто заболел, не знаю, чего. Вот один палец. То ли, может быть, ушиб у меня какой-то был. И мне эта штука помогла. Ничего не помогала, а это помогло. Здесь у нас и жабник, частяк. Многолетние растения семейства лютиковых. Используются в народной медицине. Плод жабника многоорешник. Рыжик. Масленичное растение семейства кистоцветных. Можете прочитать. Витамины здесь всякие. Вот на 100 поставьте. У нас здесь есть ихондроитин. Служит основным структурным компонентом хрящевой ткани. Вот сам состав, посмотрите. На английском языке, правда. Глюкозамин. Это вещество, которое ускоряет формирование и установление хрящей. Обеспечивает строительный материал для образования нового хряща в суставе. То есть это для суставов. Конечно, здесь вы можете много чего прочитать. Вот так все это выглядит. Нравится, пользуюсь. Лежит у меня на ночь намазываю. Прочитайте в интернете более подробно. Потому что очень много времени уже трачено все это. И так бегом, бегом, бегом полтаю с вами, чтобы только быстрее все показать и закончить. Рабочее средство. Отлично помогает. Не при всех болях. Вот, допустим, в такой боли, как палец, мне помогло. Или, допустим, какой-то сустав приболит. Я как бы мажу. Ну, не за один раз, естественно. А прям то компресс поставлю в виде компресса, то намажу просто без компресса. Пока помогает. Вот. Рабочее средство. Так, далее. Вот такое средство, как... Кстати, хороший объем 390 мл. И в Роше. Это у нас крем для тела. Или молочко для тела. Я люблю, нравятся. Заканчиваются они... Они недолгоиграющие. Заканчиваются достаточно быстрее, чем кажется. Я думаю, отобади, буду полгода пользоваться. Да нет, уж там месяца два, наверное, полтора она у меня заканчивается. Хотя мажь только руки и ноги. А то обычно дни руки. Оно жидковато, поэтому заканчивается быстро. Ну, кожу рук смягчает. Приятные такие ароматы. Органические. Даже этот аромат такой зелененький, знаете. Зеленой травкой пахнет. Это миндаль и флердоранж. Ну, миндаль здесь особо не чувствуется. В основном флердоранжем пахнет. Да, так и написано. Молочко для тела. Миндаль и флердоранж. Проще прочитать, чем с вами говорить. Насладитесь расслабляющим, изысканным ароматом. Миндаля, в общем, флердоранж, вы уже поняли. Содержит так, ладно, это мы не будем читать. Без минеральных масел и парабенов. Экопродукт органический якобы. Наносится, хорошо впитывается, разносится. Не сильно густой. Поэтому быстрее заканчивается, чем хотелось бы. Но кожа после него мягкая, приятная. На тело ничего не липнет. Никаких пленок не оставляет. На тело замечательно мазаться. Ну, я просто не люблю пользоваться на все тело. Мне проще руки, ноги и лицо. Хорошее. Нравится. Поэтому у него в запасе стоит еще несколько таких бадик. Но уже с другими ароматами. Вот такие вещи. Как всегда у нас здесь чудеса сбывают. Столько в сказке в этой маске. И вот эти прикольные масочки для лица. Корейские. Фикс прайс 55 рублей. По крайней мере я покупала. Это у нас со сказками здесь. Я думаю, корейская маска уже сама за себя говорит, что она хорошая. Все прекрасно увлажняет лицо. Особо липкости не оставляет. Но бывает легкую-легкую липкость, которая вообще никак не чувствуется, не раздражает. Ну, я считаю, что ничего она не оставляет. Но кожа увлажняет замечательно. Бодренькая такая. Ну, надеюсь, чем-то там питает. Ну, вот это и есть чудесное увлажнение. Не вижу смысла подробно о них останавливаться. Думаю, все знакомы, все эти маски любят. Что еще сказать. Вот такое средство можно в фикс прайсе найти. Я не помню, где это брала. И на балбисе я купала. Хорошие такие патчи тканевые. Которые хорошо держатся. Хорошо увлажняют глазки вокруг, носогубки. И это у нас идет антивзрастные патчи. Патчи с неоцинамидом, аденозином, с сывороткой. Содержат неоцинамин. Очень хорош для отморщин. Пантенол. Господи, дай Бог бы прочитать. В общем, отморщин. Я не скажу, что прям морщин проходят. Но, знаете, лишний раз эти патчи все-таки свою какую-то роль играют. По крайней мере, они хорошо, замечательно увлажняют, не спадают, хорошо держатся на лице. Их здесь 15 пар. 30 патчей, 15 пар. Я за раз использую 4 штуки. Заканчиваются они, по сути, быстро. Сколько-то 80 рублей, что ли, в фикс прайсе стоит. Не помню. Примерно такая цена. Или 90, или 79. Периодически, по-моему, они появляются. У меня в запасе еще такая стоит. Надо тоже опять воспользоваться. И кария. В общем, рабочие масочки. Хорошо увлажненные. Если у вас какие-то проблемы есть с почками, то этот продукт очень замечательно подходит. Продлевает жизнь. Уролит. Это наш отечественный продукт. Вот первую бутылочку я пропила. Очень достаточно неприятный по вкусу. Пить натощак надо. И хорошо он, по-моему, мочегонит. Хорошо. Это потому что почечный же продукт. Растительный полиэкстракт. Способствует улучшению функционального состояния почек, мочевыводящих путей. Повышает растворимость из солей. Предотвращение образования мочевых камней. Выведению из солей мочевой кислоты. Предотвращение их отложения в суставах. Мягкому мочегонному действию. Почки не мест для камней. Вы можете прочитать. 350 миллилитров. Можете купить, по-моему, на Валберис. И также в аптеках. Он раньше был. В аптеках чего-то я в последний раз не нашла. Я купила на Валберисе. На Азоне, по-моему, они должны быть. И у них, по-моему, свой собственный сайт есть. Это не дешевое лекарство. Стоит оно 800-900 рублей. Вот эти 350 миллилитров. Вот даже почечки нарисованные. У них там большой, от Витоуст, большой достаточно, не прайс, а перечень продуктов, которые они изготавливают. Вот. Так, это, значит, у нас колпачок. Видите, грязный, потому что средство очень... Это такой бальзам, как бы, или как назвать, жидкость такая. Она темного цвета. Очень. Чуть-чуть не черного. Колпачок надо наливать, поэтому он вымазался. Тут колпачок. Дозатор. Вот. В общем, хорошая штука. Мочегонная. И, прям, знаете, если у кого какие-то проблемы с почками, вы почувствуете разницу во время применения, положительную сторону. Здесь вы можете прочитать. Здесь отличный состав. Тоже можете посмотреть. Я уже не буду говорить, потому что время идет. На паузу поставьте. Средство рабочее. Отзывы замечательные. И я услышала об этом препарате. Кстати, в Адыгее его изготавливают. Услышала от врача. Вот. Врач советовал. Вот я от врача решила приобрести, попробовать. Мне понравилось. И также на Айхерб можно было приобрести вот такие вещи, как тоже от почечной, с витамином С, хорошие, замечательные таблеточки. Вот такого красного цвета. Я про них уже говорила. В общем, закончила это средство. Нашла у себя банк в запасе еще. Асайхерб. И вот их тоже закончила. Рабочее средство это. Ну, сейчас, наверное, смысла нет уже. Днем говорить. Тем более, я не рассказывала. Асайхерб для нас недоступен. К сожалению. Для России именно. Сами понимаете, после каких событий. Бренд. Это у нас на основе клюквы с витамином С и пробиотиками. 60 таблеток. Можно растворять в теплой воде и пить. Кстати, мне даже кажется, так лучше усваиваться. Можно сухими. Но мне было ли не растворять. И я поэтому сухими пила. В общем, и мочегонные слегка они. И на почке. Если, допустим, какой-то песочек в почках, вы можете почувствовать движение песочка. Так же, как и вот от этого бальзама. Уролита. Так что, ну, эта тема у меня заканчивается. Буду теперь на этом сидеть. Вот. Надеюсь, мне поможет. Со всеми проблемами почечными справиться. Опять же, Айхерб. Здесь у нас тоже капсула лютеин. Более желатиновая капсула. Такого темного какого-то. Красного какого-то цвета. Такого темненького. По-моему, сколько? 120 капсул. Ну, не знаю, опять же, есть смысл подробно рассказывать. Это для зрения лютеин. Действительно помогает. Да. Вот пропила. Я брала на пробу. До того момента, как нам все перекрыли. Кислород, можно сказать. Вот. В плане вот этих добавок, бадов. И я пропила. И зрение у меня улучшило. Действительно. Стало более четкое. Более. Я стала лучше видеть на расстоянии. И сблизи. Ну, конечно, этот эффект надо поддерживать. Надо периодически пить. Хотя бы несколько раз. Вот. Я вот только успела пропить только вот такую одну баночку. Сделать вот что. Ладно. Потому что штука работает. Мне понравилось. Никаких неприятных эффектов. Это именно витамины для глаз. Для глаз. Подробностей не скажу. Да, смысла нет. Потому что... А, возможно... А, витамины, кстати, сейчас такие всякие бады перепродаются. Но они, к сожалению, дорого стоят. Теперь с перепродажами. Ну, поэтому я покупать их не буду. Ну, просто запомните баночку. Можете вбить вот эту информацию. Почитать отзывы. Я могу сказать. Рабочий. Действительный продукт. Кому нужно со зрением. Какие-то проблемы. Подробности не помню. Здесь все на английском написано. Для меня кабинет уже работает. Господи, меня уже язык запретает. Я прям засыпаю. Ночь уже давно глубокая. Времени нет снимать. Приходится ночью. Личный кабинет на Ахерб. Конечно, у меня приложение все заблокировано. Поэтому не могу даже в переводе толком сказать, объяснить, что да как. Уже просто забыта информация. Заказывала давно. По ссылках показывала. В своих распаковках с Ахерб. У меня папка отдельная даже посвящена на моем канале этим бадам. Сейчас информация потеряна. Ну, информацию можете доплатить на Ютубе. На Ютубе, возможно, найти. Да, и вообще погулять. Сказала об этих витаминах и забыла их поставить. Ну, на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. Надеюсь, мое такое непонятное видео ночное вам было интересно. Если интересно, ставьте лайк. Неинтересно, не ставьте. Наконец-таки спавлюсь этой кучей банок. Спасибо за просмотр. Всем пока. Надеюсь, мое видео оказалось для вас полезным. Спасибо.